Доброго времени суток дорогие друзья с вами канал ВЛАНГ и Владимир Куликов я снова нахожусь на платформе 52 километр сегодня 10 мая 2015 время где-то в районе 10 часов утра постараюсь говорить громче потому что сильный ветер дует в лицо не знаю будет слышно или нет сегодняшний выход в лес у меня однодневный ночевка не запланирована посмотрим как что сложится чисто иду отдохнуть прогуляться если это можно назвать прогулкой буду что интересное буду снимать сейчас выхожу на 107 дорогу и пока буду двигаться по ней дальше посмотрим что получится идти придется с нарушением то есть по той обочине по попутной обочине а не как положено навстречу движения переходить в эту сторону не хотелось бы вот такая вот хрень тянется вдоль всей дороги практически дернуться с дороги проблематично пойдем дальше посмотрим что получится сколько не иду вода 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 кругом вода дорожка направо но нам туда не надо это дорога каким-то дачам пойдем дальше дальше тоже такая же такая же няша по обочине иду все еще по дороге созерцаю вот такую вот штуку сбоку и в лес в общем-то заходить никакого желания нету потому что там такая же каши дальше посмотрим там вроде дальше лес получше хотя я не знаю я был здесь не рад картина не ожидал я такого облома но что делать пока что ребята сынки получается весьма сумбурными потому что иду по трассе рядом машина ревут поэтому толком снять урывками как-то так ничего не удается от станции я прошел где-то уже наверное километра три три с половиной сейчас там чуть дальше похоже будет возможность углубиться в лес но пока вот так вот не все идет гладко пока приходится идти по дороге но ничего страшного в конце концов отдыхаем никуда не торопимся не все можно предвидеть не все можно предугадать принимать нужно действительность такой какая она есть и в соответствии с этим действует по обстановке вот таких вот грунтовых отсыпках есть возможность найти кремень так называемый сверкач мы в детстве называли эти камни и вот по моему я его нашел довольно большой экземпляр я не знаю он это ли не он очень похож все покажут пробы как он колется как он искрит и так далее но я думаю что я все-таки возьму может мне удастся еще что-то найти в частности вот еще один камушек интересный но это это маленький такой камушек интереса не представляет дополнение круженки которую я делал в предыдущем походе вот ну и в принципе осталось его расколоть на удобные кусочки вот и сделать кресало из напильника попробовать ну что старичок лесовичок снова принимай гости снова к тебе с добром до цели моего путешествия которые я расскажу чуть позже осталось по прямой два километра это по прямой сейчас я попробую углубиться в лес вот но лес скажу я вам вот такой вот и идти по нему не сахар продираясь сквозь эту чищобу к тому же местами сильно заболочены сейчас попробую углубиться туда дальше может быть будет в моем направлении какая-нибудь просека если ничего не найду подходящего то наверное опять вернусь на дорогу это такая вот гать мне встретилась непонятного назначения что по ней возили вот ну в общем это само за себя говорит о характере леса по которому мне предстоит пробираться вековые ели утрамбовали в гать и конца и края этой гати не видно попробую свернуть вроде что какой-то просвет показался в нужном направлении ну вот более или менее двигаться тут можно по глазам ничего не стягает будем пока двигаться здесь пока какая-нибудь очередная каверза не преградит нам путь типа болота или какой-нибудь речки но судя по тому что здесь когда-то очень давно ездили какие-то машины может быть лесовозы может быть еще что-то вот то есть надежда нам по ней в общем-то двигаться что мы и попробуем сделать вот очередная пакость которая рассупонилась на нашем пути сейчас мы попробуем ее обойти и будем считать что это наверно все-таки кратковременное явление ну вот я опять на сухой более или менее дороги вот идет она но с небольшим отклонением в нужном для меня направлении вот будем надеяться что она никуда не свернет по навигатору никаких тут просек нету есть какие-то ручьи и каналы вроде как не широкие вот будем пытаться их дорожка по которой я шел сейчас определился по навигатору градусов на 20 где-то уходит не туда куда мне нужно поэтому сейчас придется ломиться вот через вот такой вот лес в общем схождением по лесу какая-то полная задница вот только и проламываешься и шагаешь решил сделать небольшой привал вот в принципе до цели сегодняшнего похода мне пройти еще меньше километра навигатор показывает 963 метра солнце помогает даже вот в таком лесу где масса обходов перелазов и продиров в общем-то следовать в нужном направлении придерживаюсь я его довольно четко как показывает навигатор то есть мне сейчас нужно продолжить линию того пути которым я шел вот и через 900 метров с небольшим я окажу все цели своего путешествия вот и вы наконец узнаете к чему я шел сейчас еще немножко отдохну чуть-чуть остыну ну и буду пробираться дальше и вот сидя на привале глаза мои упали вон туда взгляд мой упал и я увидел бересту сейчас я ее наберу хорошая береста хотя и лежит на земле но в принципе довольно хороший пласт бересты вот она видите великолепная сухая она не то что относительно сухая она просто сухая и вот рядом стоит береза с которой тоже можно надрать такого материала вот никогда не надо срезать кору с живой березы ее всегда полно валяется под ногами или вот на таких вот гнилых стволах лес сам вам отдаст то что вам будет нужно в вашем походе вот случайно видите нашел вот этот растопочный материал я возьму с собой это так сказать на обеденный привал сегодняшний мне еще совет вот такого плана растопочным материалом или какими-то другими вещами если вы по пути видите какие-то вещи которые могут вам пригодиться скажем для устройства бивака для дальнейшего продолжения похода можно их собрать по пути потому что когда вы придете на место большая доля вероятности что этих вещей которые вы видели по пути которые валялись во множестве на вашем привале куда вы пришли их просто может не оказаться поэтому лучше такими вещами обзаводиться по пути вот эта канава которая есть в навигаторе но я думаю с форсированием проблем не возникнет тем более вот тут бревнышко подходящее лежит так что будем пробовать ее форсировать и двигаться дальше вот мы преодолели вроде как заболоченный участок этого ручья и сейчас я поднимаюсь если это можно назвать пойму ручья из этой поймы на небольшую возвышенность и уже продолжаю путь по хвойному лесу который не так засорен под лесом поэтому по этому лесу легче уже идти и держать необходимое направление вот еще одна болотная преграда была преодолена вот по этому бревну упавшему ну и сейчас продолжим наш лес немножко закоряжен завален деревьями ну в принципе так более или менее проходим вот нам еще совсем немножко метров наверно 400-450 пройти вот и я закончу интригу с целью своего путешествия вот еще одна интересная вещь рухнула ель ель судя по диаметру далеко за 100 лет этой ели и вот она подгнила на корню умерла подгнила на корню и рухнула так что когда вы устраиваете свой бивак в лесу обойдите его вокруг и посмотрите внимательно на предмет вот таких вот деревьев чтобы они вдруг ни с того ни с сего среди ночи не рухнули вам на голову ну вот ребята интрига закончилась достиг я цели своего путешествия сегодняшнего вот но к сожалению достиг не самостоятельно координаты этого места указанного вики мапии расходятся с реальными метров на 500 на 600 вот я облазил там весь лес где было указано в вики мапии и характерный поворот дороги все 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 навигатор вывел меня в ноль вот но к сожалению координаты оказались неверными благодаря двум девчонкам на велосипедах проезжавшим по этой дороге они они меня сориентировали более точно и вот я сейчас выхожу к цели своего сегодняшнего путешествия к месту гибели самолета МиГ-21 в 1981 году 2 апреля самолет совершал испытательный полет вот и произошел взрыв турбины перебила магистрали управления самолет лишился полностью рулей вот заклинило деформирован был фюзеляж так что заклинило фонари и летчики не смогли катапультироваться вот вот такая вот ситуация и сегодня я как говорится совершил этот поход совершаю но в какой-то мере отдать дань этим людям почтить их память потому что благодаря таким как они благодаря их опасной работе наша обороноспособность сейчас находится на уровне и мы имеем технику благодаря которой мы спим с вами под чистым голубым небом спокойно и так вот это место показываю вам этот обелиск сейчас я подойду поближе и сниму его уже крупнее и все на все они сейчас и все и Продолжение следует... 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 В принципе, по ходам я доволен Доволен По нитке маршрута получается Сейчас дойду, там дальше дойду до дому В общем, получается общая протяженность пешеходной части маршрута 23 километра Цель достигнута Вот, все Все, что запланировано Нормально получилось Сейчас попьем чайку Чтоб не торопясь И потихонечку двинем На электричку В принципе, у меня было все с собой На всякий случай, если придется заночевать Но не потребовалось Добавляем 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Я тоже удачно использовал выходные длинные на всю катушку. И прошлые, и эти. Потому что в короткие выходные выбираться в такие походы весьма проблематично. Потому что работа у меня тоже связана с такими довольно интенсивными физическими нагрузками. Поэтому... Если бы завтра на работу, после такого похода, то в принципе было бы не очень. Несмотря на то, что половина пути была проделана по обочине... Тем не менее, считаю, что все удалось. Если бы не этих барьеров, которые я уткнулся в лесу, которых не ожидал... Я бы, наверное, все-таки пошел на другую железнодорожную ветку... И приехал бы уже по другой железке домой. Но поскольку огибать... Это все дело было стрёмно. И опять была вероятность опять где-нибудь ткнуться в очередной забор. Поэтому пошел уже знакомым маршрутом лучше. Горячо, хорошо. Спокойно, так хорошо. Когда машины не едут. Тепло на улице. Даже чай не стынет. А есть совсем не хочется. Потому что тепло на улице. Перед выходом позавтракал. Местечко оборудованное. Есть куда мусор бросить. Полотина, которую я показывал в начале видео. Она тянется практически вдоль всей дороги с двух сторон. Причем глубина порой... Сейчас проходил колесо от грузовика метрового диаметра. Видно только... Стоит вертикально. И видно только... Маленькую верхушечку протектора. Можно представить, какая там глубина. Да. Птичек в лесу... Гораздо приятнее слушать, когда едешь по лесу. Чем вот этот вот... Дорожный шум неимоверный. Который в городе-то надоедает. На этой приятной, положительной, чайной ноте... Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого хорошего. Удачных походов. С вами был Владимир Куликов. И канал ВЛАНГ. Всего хорошего. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»... Субтитры подогнал «Симон»... Субтитры подогнал «Симон»... Субтитры подогнал «Симон»... Продолжение следует...